Здравствуйте! Это программа «Лицом к лицу» и я и ведущий Тимофей Львутин. Сегодня объявлены промежуточные результаты расследования по сбитому пассажирскому Boeing 777 рейсы MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур над Донбассом. Их представили в Гаагском суде. Об этом и о том, зачем миру чемпионат мира в стране-агрессоре, участвующий в войне, поговорим сегодня с гостем нашей студии, журналистом немецкого телеканала ARD Георгием Тихим. Георгий, здравствуйте! Напомню, катастрофа произошла в июле 2014 года. На борту лайнера были 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли. Вы были на месте трагедии. Расскажите о тех событиях. Ну, это было, наверное, одно из самых ужасных зрелищ, которые я видел, хотя мы много снимали на войне в Донбассе. Но, наверное, ничего более ужасного я за это время не видел, потому что действительно это огромные места падения, причем их было много, раскиданных по полям, расплавленный металл от той катастрофы, которая там происходила, обломки этого самолета, которые падали дождем на просто обычные сельские дома людей, которые там жили. Ну, запах смерти повсюду вокруг. То есть, это действительно одно из самых каких-то апокалиптических зрелищ, которые я за это время видел. Чем для Путина стала эта катастрофа и почему эти события стали поворотным моментом для европейского общества? Я думаю, что это была неожиданность, во-первых, для самой России. То есть, они не думали, что такое произойдет. Я думаю, то есть, мы видели это по реакции, да, которая происходила. Вспомните, как в первые дни после того, что случилось, были абсолютно какие-то разные, противоречащие друг другу версии, которые вкидывались просто десятками, чтобы запутать следы. Я думаю, что они не рассчитывали, что произойдет такое событие. Что произойдет трагедия или что будет такая реакция со стороны Европы? Произойдет эта трагедия. Она была с таким, ну, неожиданным, непредсказуемым, то, что называется черный лебедь, да, то есть непредсказуемое какое-то событие, которое развернуло ход войны, конечно, потому что пострадали граждане западных стран. Это не просто какая-то война, там, на востоке Украины, непонятно кого с кем, а тут непосредственно практически 300 граждан западных стран погибли в этой трагедии. И, мало того, невозможно раскрыть эту трагедию без того, чтобы не раскрыть участие России в войне на Донбассе. Вот в чем основная проблема. То есть они же скрывают официально свое участие, да, говорят, что они ни при чем, что они наблюдатели, там, какие-то сторонние. А фактически эта трагедия, ну, если уже предоставляется такое высокотехнологичное и такое грозное оружие, как БУК, то, ну, это уже больше участия уже сложно придумать какой-то стороны в конфликте. В этом, то есть, сложность для них. Вот недавно в СМИ было опубликовано письмо Джона Убрайана, это отец 25-летнего Джека Абрайана, погибшего в катастрофе. Это послание россиянам от семи погибших, я процитирую. «Мы постарались описать неослабевающее влияние той трагедии на наши будни и наше стремление найти правду. Написать письмо нас подтолкнул тот факт, что чемпионат мира по футболу пройдет в Россию, а открывать его будут лидеры, которых мы считаем ответственными за гибель наших близких. Знаете, я играл в футбол большую часть своей жизни и бросил спустя год после гибели Джека. Он играл в футбол с семи лет. Игра эта была его самой большой страстью. Теперь я сбит с толку тем, что чемпионат проходит здесь, а Джека уже нет. Пусть этим играм сопутствует добрый дух, но для меня этот кубок станет болезненным напоминанием утраты, с которой невозможно смириться». Вот какова была ваша реакция, когда вы впервые прочли это письмо? Ну, моя реакция была, я, конечно же, сразу вспомнил свои впечатления от того, когда я был там на месте падения. Знаете, сейчас это событие часто превращается в предмет споров геополитических, там, спорах о политике, о том, какое это будет влияние иметь на Россию, на санкции, на чемпионат мира. Но часто в этих спорах забывается, собственно, человеческое измерение и та колоссальная боль, которую пережили и до сих пор переживают и всегда, которая будет с теми родственниками, которые потеряли своих близких, потому что это ужасно. Ну, представьте себе, то есть просто внезапно в небе на высоте более 10 тысяч метров происходит взрыв, и 300 человек просто нет. Единственное, что в этом всем радует, это то, что просто они очень быстро погибли, то есть они не страдали, скорее всего, потому что на такой высоте шансов выжить нет никаких. Возвращаясь к вопросу по поводу чемпионата мира в России, который планируется в ближайшее время, обрастает многими негативными моментами в сторону страны агрессора. Вы сказали, что много споров по этому поводу. Если говорить по поводу чемпионата, это, вы, думаю, слышали и голодовка Олега Сенцова, политзаключенного Кремля, также вот это письмо родственников погибших. Как и чем будет отвечать российская пропаганда? И навредит ли это имиджу России? Отвечать будет, как обычно, я думаю, потоком лжи. И, в принципе, даже сейчас уже на вот это расследование, на результаты расследования уже реагируют кремлевские тролли, правда, как бы нет никакой точной линии поведения, то есть опять выдумывают разные, ну да, может быть, ракета была, конечно, произведена в России, а кто там сидел с запусковой остановкой, ну и так далее. Но это все не имеет значения, потому что в эту ложь уже, во-первых, никто не верит, а во-вторых, репутационные потери России огромны, и они будут огромны. Нужно добиваться, я думаю, Украине и Западу введения санкций, если уже этот факт доказан, что Россия причастна к сбитию. И, конечно, во время чемпионата будут события, которые будут использовать вот это вот внимание к России, использовать то, что там фаны, то, что там гости, то, что столько внимания, к тому, чтобы привлечь внимание к тем военным преступлениям, нарушениям прав человека, нарушениям свободы прессы и всему тому, что происходит в России. Потому что, конечно, это абсурд, что страна в таком состоянии и в такой роли, в какой она есть сейчас, принимает такое огромное спортивное событие. И тем более страна, которая нанесла спорту мировому репутационный ущерб и, ну, репутационные потери, несравнимые вообще в истории. Я имею в виду расследование допинга в Сочи. То есть страна просто, которая плюнула на любые правила в спорте, которые, ну, я уже не говорю про правила международной политики, да, там, в международном праве, но в том числе оскорбила спорт, как таковой, принимает огромный, огромный чемпионат мира. Почему его не забрали в России? У меня большие вопросы. Я думаю, что все-таки есть очень серьезное влияние России в спортивных организациях и в руководстве спортивных организаций разных, в том числе FIFA. Вот цитата Дмитрия Сторожурка, это первый заместитель генерального прокурора Украины, который был на пресс-конференции в Нидерландах, сказал следующее. Совместно следственная группа официально заявила, что БУК, которым 17 июля 2014-го был сбит рейсовый пассажирский самолет компании «Малайзия Эрлайнс», не просто был произведен в России. Он находился на вооружении вооруженных сил Российской Федерации, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде из города Курск. То есть это оружие не было куплено сепаратистами в военторге, оно не было приобретено и доставлено на место выстрела, никаким другим мифическим путем. Это не просто заявление, это доказательства, собранные в соответствии со всеми необходимыми процессуальными требованиями, которые будут переданы в суд, сообщил Дмитрий Сторожук. Прокомментируйте, вот насколько важны данные, опубликованные сегодня? Это не только доказательства того, что Россия непосредственно сбила пассажирский самолет над Донбассом. Это доказательство прямого влияния и участия России в войне на Донбассе и в войне против Украины. Участие, которое она с такими огромными усилиями скрывает уже 4 года. В общем, потому что действительно, как вы говорите, невозможно просто найти где-то бук или предоставить просто бук или купить его в военторге. Бук — это грозное оружие, которое состоит на вооружении регулярной армии. Если это российский бук, он был предоставлен сведомо российского руководства, сведомо всего командования. И другое дело, что в чем ведь беда? Насколько я понимаю, предоставили пусковую установку без командных пунктов, потому что бук, система бук состоит из нескольких машин. Это не просто машина с ракетами, это несколько там командный пункт, система наведения и так далее. Сама машина может автономно работать, может автономно работать, но тогда у меня достаточно ограничены возможности по выявлению цели и по определению какая эта цель. То есть скорее всего, ну это мое предположение, что вот это произошло, предоставили просто эту установку вместе, конечно, со специалистами, потому что никакие трактористы и шахтеры, ну извините, ну не могут управлять... То есть кадровый российский военный. Достаточно идти в интернет и посмотреть, как выглядит кабина управления в этой установке book, чтобы понять, что ну шахтер не может научиться управлять, это должен быть кадровый российский военный, должен быть специалист, который знает как этим управлять вот поэтому этот кейс уже не важно что будет врать будут врать российские говорящие головы потому что это доказанный факт теперь то что украина говорила это кстати очень важно сейчас упоминать что то что украина говорила через два-три дня после того что случилось предоставляя в том числе доказательства предоставляя перехваченные переговоры телефонные что россия ответственность за сбитие этого боинга оказалось правдой четыре года спустя поэтому это еще важный сигнал тому чтобы западные партнеры верили тому что говорить украина верили информацию которую карина предоставляет они просто думали что это какая-то заангажированное мнение а вот россия говорит иначе а вот кто его знает что там правда значит теперь каждый человек который говорит а кто его знает что там случилось он просто лжец и он вместе с россией покрывает военное преступление еще сторожек цитирует главного прокурора нидерландов господина вестербека есть сомнения может ли следственная группа опираться на данные российских властей по этому вопросу то есть информацию об использовании российскими властями оружие российских вооруженных сил на территории украины которые она отказалась предоставить официально совместно следственной группе соответствии с резолюции 21 66 совета безопасности оон но активно продвигая через свои сми отныне официально названа сомнительные вот такие выводы первого заместителя генпрокурора украина вы согласны с этой речью не только в украинской власти это признают в принципе вот на этой презентации в голландии результатов расследования тоже прокуроры признали что все все эти версии и все те якобы доказательства которые россия пыталась предоставить но они не представляют какого-либо серьезного интереса потому что просто не не соответствует реальность не соответствует действительности поэтому конечно после опубликованных данных и после опубликованных выводов ну больше не остается пространство просто для того чтобы говорить что что-то еще непонятно может что-то было иначе установлен факт россия виновна в том что в том что именно ее оружие было использовано на донбассе для сбития этого несчастного этого рейса и меч 17 а вы должны понять что доказательств вины российской власти гораздо больше но есть специфика ведения следствия поэтому большое количество этих доказательств будет передано в суд без обнародования также отметил первый заместитель генерального прокурора вот сколько еще может длиться расследование по боингу мх-17 я думаю что до того чтобы привлечь непосредственно виновных к ответственности пройдет еще время и скорее всего значительное время то есть не нужно примете как происходит с одной стороны есть общий общий такой дискурс да и общее понимание всех нас что что произошло и в этом свете доказательства эти ну не представляют прямо какой-то сенсации в принципе сказано то что мы так знали но они представляют значение в юридическом плане в легальном плане то есть теперь все уже расследовано и фактически можно при тебе когда будет возможность можно привлекать ответственных к ответственности тех кто виновен в этом я думаю что спустя годы как как отлавливает например военных преступников воин на балканах как отлавливают других военных преступников в мире точно также будут через годы привлечены военные преступники которые ответственны за гибель этих 298 людей они будут привлечены в трибунал осуждены если доживут конечно до этого момента и это именно причина почему не публикует пока что список их имен для того чтобы эти люди дожили чтобы их просто не убили тут до того момента чтобы с ними там как-то да не разобралась российская власть потому что непонятно кто именно хотя уже часть мы знаем что часть людей уже пропала уже к сожалению ваш информация по этому поводу это публиковалась общедоступная информация никто сейчас назвать там имена точно но часть людей действительно уже пропадали и я имею ввиду кто были эти люди то есть это кадровые российские военные то есть министерство обороны российской федерации задействован в этой цепочке понимаете что цепочка преступления достаточно долго про доставить такое оружие как бук из этой бригады курской туда под торез а потом его то есть использовать его потом его вывести обратно это огромная логистическая цепочка в которой задействованы ну десятки сотни людей которые знали которые это делали вот поэтому да действительно там достаточно длинный список я думаю и публиковать его пока что конечно не будешь чтобы скрыть этих людей вот ну чтобы они дожили до правосудия георгий огромное вам спасибо тоже пришли к нам в студию напомню что гостем программы лицом к лицу был журналист немецкого телеканала а rd георгий тихий меня зовут тимофей львучин до встречи на телеканале ю и тиви